Министерство финансов США включило в черный список 4 чиновника государственных учреждений Китая за серьезные нарушения прав человека в Восточном Туркестане. Решение о введении санкций в соответствии с законом Магнитского было принято в отношении губернатора Восточного Туркестана Чена Чуанго, заместителя генерального секретаря Коммунистической партии в Восточном Туркестане, а также действующего и бывшего директора Бюро общественной безопасности региона. Министерство заявило, что преступления китайских властей включают массовые произвольные аресты, пытки и надругательства. США полны решимости использовать свои финансовые возможности, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Восточном Туркестане и других регионах планеты, сказал министр финансов США Стивен Мнучин. С другой стороны, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон наложил запрет на въезд в Соединенные Штаты некоторым китайским чиновникам, ответственным за давление и насилие против уйгуров, казахов и других тюрков. Коммунистическая партия Китая ускорила установку антенн 5G в Восточном Туркестане. Согласно данным агентства Синьхуа, антенны 5G были установлены в большинстве крупных районов, таких как аэропорт Урумчи и ветка железнодорожных станций. С 2019 года Китай, который является полицейским государством, оказывает давление на уйгуров, казахов, киргизов и других тюрков, используя технологии 5G. Это вызвало общественный резонанс во всем мире. В прошлом месяце китайское правительство объявило, что выделило 2 миллиарда юаней на данный проект. В этом году Пекин установит в регионе около 5000 станций 5G. 1861 из имеющихся в Урумчи 2379 станций были установлены в этом году китайской компанией мобильной связи Едонг. Согласно информации китайских СМИ, включая Едонг и Лиан Тонг, совместный контракт на развертывание сетей 5G в Восточном Туркестане подписали три телекоммуникационные компании Китая. Министерство иностранных дел Китая призвало Помпео исправить ошибку и прекратить распространение политического вируса. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Цао Ли Чьен оценил критику Помпео в адрес Китая по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса и системы управления страной. Госсекретарь США Майк Помпео выступил в защиту решения администрации Трампа о выходе из Всемирной Организации Здравоохранения. «Всемирная Организация Здравоохранения по-прежнему не может привлечь Китай, помочь нам определить истинную причину первого случая COVID-19», – сказал Помпео. Министр иностранных дел США заявил, что Всемирная Организация Здравоохранения не смогла выполнить основную задачу, которая является оповещение стран о глобальной пандемии и борьбе с эпидемией. Государственный департамент США одобрил продажу 105-ти истребителей F-35 пятого поколения на сумму 23 миллиардов 11 миллионов долларов США. Министерство иностранных дел приняло решение одобрить продажу F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 23 миллиардов 11 миллионов долларов США в рамках торгового соглашения с Японией в сфере вооружений, – говорится в заявлении Агентства США по сотрудничеству в области обороны. Было отмечено, что в комплект поставки входят 63 самолета F-35A и 42 F-35B, а также 5 запасных двигателей. Мэр Сеула Пак Вон Сун был найден мертвым через несколько часов после исчезновения. Согласно информации Южнокорейского информационного агентства Йонгхаб, столичная полиция объявила, что тело мэра было найдено в лесном массиве на горе Пугаксан в центре Сеула. В предсмертной записке, оставленной на рабочем столе в его резиденции, чиновник попросил прощения у своей семьи. Недавно Пак Вон Сун, также известный как общественный активист, был обвинен со стороны своей сотрудницы в домогательстве. Пока неизвестно, стало ли это причиной его смерти.